Венисиус после разгромного поражения от Манчестер Сити со счетом 4-0 обратился к болельщикам Мадридского Реала. «Мы снова подарим вам радость. Мадрид всегда возвращается», написал Венисиус в своей социальной сети. Да уж, в этом матче можно было предположить много чего, но то, что итоговый счет будет 4-0, наверное, не предполагал никто. Даже несмотря на то, что Сити изначально был фаворитом этой встречи. Но, как говорится, иногда и палка стреляет, и мадридский Реал проигрывает со счетом 4-0. Это не какая-то там закономерность, это скорее исключение из правил. Не исключено, что этим летом нас ждет хорошее обновление состава от Реал Мадрид, что, безусловно, скажется на качестве его игры в следующем сезоне. Там, кстати, Фабрицио Роману пишет, что сливочные согласовали продление контракта с Луком Модричем, и он останется в команде еще на один год. Конечно, мы немного о других обновлениях говорили. Реал Мадрид нужны новые футболисты в центр поля. Сколько Модрича и Кросса не продлевай, моложе они не становятся. И, скорее всего, следующий сезон станет для них последним в этой команде. То же самое можно сказать и о линии атаки. Бензема, конечно, хорош, но уже совсем не мальчик. Ему нужна смена, и неплохо бы, чтобы в этот момент Карим эту самую смену подстраховывал. Ну, в том плане не брать нового игрока, когда Бензема уже покинет команду, а чтобы хотя бы один сезон они находились в команде вместе, и француз при необходимости его подменял. Лучшее время обновить таким образом состав это лето. Мы сильно сомневаемся, что Бензема останется в команде дальше. Скорее всего, как и для Модрича с Кроссом, следующий сезон станет для него последним. Продолжение следует...